Харе Кришна всем! Добро пожаловать! Вчера у нас были определенные сложности, и вчера у нас не было джапа-сессии, потому что не было интернета. Похоже, сегодня все работает. Вы слышите меня? Да, хорошо. Когда я ставил тилоку, я думал об одном комментарии к Бхагаватам. В моем уме было много мыслей о том, что сейчас чувствуют преданные по всему миру. Я должен признаться, что сейчас беспрецедентные времена, и большинство людей ограничены в своих передвижениях. Я не знаю, в скольких частях света людям даже не разрешают выходить из дома на улицу. И это возможность для ума отправиться в странствия, если мы не будем осторожны, отправиться в разные места, которые могут быть не самыми лучшими для нашей духовной жизни. И я не хочу как-то пренебрежительно сказать, говорить о тех, у кого действительно умы отправляются в странствия. Мы, естественно, мы сталкиваемся с трудностями в своей жизни, с испытаниями. И некоторые из этих испытаний более сложные, чем другие. И когда мы сталкиваемся с такими испытаниями, вызовами жизни, у нас есть много примеров наших предшественников, как они могли преодолевать трудности, испытания с помощью пометования о Кришне. Прохлада Махарадж – прекрасный пример. И есть много других примеров. Харидас Такур – еще один пример. И я надеюсь, что все вы… Об этом как раз, я думаю, в связи с этим комментарием. Я надеюсь, что все вы видите эту ситуацию как возможность увеличить вашу зависимость от слушания и воспевания. Я думаю о примере Друва Махараджа. Когда он встретился с олицетворенной смертью, для него олицетворенная смерть стала ступенькой на цветочный корабль, чтобы отправиться на Вайкунку. Другими словами, большинство людей испугались бы встречи с олицетворенной смертью, Но Друва Махарадж, увидев ее, просто встал ей на голову, как на ступеньку, чтобы зайти на корабль и отправиться в духовный мир. И Прупада говорит, что переход преданного в мир иной, для преданного смерть – это как вспышка молнии. Свет и молния, они происходят одновременно. Это одновременно происходит молния и вспышка света. И также для преданного смерть – это просто продолжение всего, чем он занимался в течение жизни. Я не говорю о смерти, с которой мы все должны будем встретиться. Просто этот пример Друва Махараджа вспомнился мне о том, как он воспринял это препятствие, которое пришло к нему, и преобразовал его в великую возможность. И вот об этом я думал в связи с этим комментарием, из третьей песни Бхагавата. Как я сказал, мой ум думал об этом комментарии, когда я ставил тилоку. И я нашел этот комментарий, это третья песня Бхагавата. Когда полубоги пришли к Господу Бхагавата, и полубоги были переполнены чувствами, потому что вся Вселенная была помещена в темноту. И для полубогов это тоже было вызовом, тоже было испытанием. Вся Вселенная во тьме. И когда полубоги сталкиваются с трудной ситуацией, обычно они приходят к Господу Браме и ищут Его руководство. Иногда, когда Брама не может дать им решение, то он использует их обращение, как возможность обратиться к Господу. И обращается к Господу, как он сделал, когда Хирани Кашипу терроризировал Вселенную. И когда Господь Брама пришел к Господу, и Господь сказал ему, не беспокойся, я решу этот вопрос в течение времени, а пока что прими привержище в слушании и воспевании, и со временем все решится. Я не об этом примере думал, а я думал о примере, когда Джай и Виджай пришли в этот мир и родились. Точнее, они вошли во чрево своей матери, и описывается, что Вселенная покрылась тьмой, и полубоги поняли, что что-то ужасное должно будет произойти. Представьте, полная кромешная тьма. Итак, есть определенная последовательность. Но стих, который я хотел прочитать, это заключительные слова Брама к полубогам. Третья песня, 16 глава, 37 текст. Господь Брама говорит. Дорогие сыновья, Господь повелевает тремя гунами материального мира и отвечает за творение, сохранение и разрушение Вселенной. Его дивную соседательную энергию, Йога-Майя, трудно постичь даже тем, кто в совершенстве овладел Йогой. Это самое древнее из всех живых существ. Верховный Господь, только Он может нас спасти. Чего мы добьемся, рассуждая о том, что уже произошло? Господь Брама говорит. Чего мы добьемся, рассуждая о том, что произошло? Кришна защитит. Прабхата пишет. Когда что-то происходит по воле Верховной Личности Бога, нам не следует сокрушаться об этом. Даже если случившееся кажется нам несчастьем. Конечно, мы можем задаваться вопросом. Мы так часто говорим, что это устроено Верховной Личностью Бога. Мы слышим часто, что все это из-за греховной реакции из-за эксплуатации живых существом материальной природы. Материальная природа отвечает на всю эту греховную деятельность, на всю эту эксплуатацию. И может казаться, что Господь не вовлечен непосредственно во все то, что происходит сейчас. Но преданный смотрит на вещи по-другому. В этом разница между преданным и непреданным. Непреданный смотрит на все в полном забытии о Господе. Он пытается преодолеть препятствия с помощью своей корыстной деятельности. Но когда его деятельность ради плотов, она оказывается никаким не решением проблем, она дает решение. Но преданный понимает, поскольку он видит руку Кришны за всем происходящим, преданный понимает, что так или иначе это план Господа. Так или иначе есть рука Господа в этом. И для преданного преданный понимает, что так или иначе Господь хочет, чтобы я чему-то научился. Как мы говорили, что нужно взять трудность и преобразить ее в нечто очень позитивное. Именно это делает преданный. Преданный видит, да, это иллюзорная энергия, но иллюзорная энергия действует таким образом, чтобы помочь мне принять прибежище у Господа. Вот так действует иллюзорная энергия для преданного. То же самое произошло, я думаю, в первой песне Бхагаватам, когда Видуру выгнали из дворца Дурьонана, прогнал его, и Дурьонана дома. Как замечательно! Как это замечательно, что меня выгнали из дворца. И Пропада объясняет в комментариях, что иллюзорная энергия действует по-разному в соответствии со сприятием человека. Для Дурьонана, поскольку он оскорбил Видуру, великого преданного Господа, иллюзорная энергия действовала так, чтобы привести его к падению. Видура увидел это как проявление воли Господа. О, я был вынужден так долго оставаться в этом дворце, теперь меня вышвырнули отсюда. Он видел это как волю Господа, чтобы путешествовать по святым местам, для того, чтобы усилить свою медитацию на Господа и памятование о Нем. И так Пропада говорит, что иллюзорная энергия действует по-разному, на непреданных и на преданных. Для непреданных, да, иллюзорная энергия действует таким образом. Она учит человека, преподает ему урок. Кто-то усвоит этот урок, кто-то нет. Но для преданных иллюзорной энергии действует по-другому. Когда преданных видят, иллюзорная энергия действует таким образом, чтобы помочь мне преодолеть эту трудность, эту сложную ситуацию, видя, как я могу воспользоваться тем, что было дано мне, для того, чтобы усилить мое памятование о Господе. И так Пропада говорит здесь, когда Верховный Господь что-то устраивает, человек не должен впадать в беспокойство, даже если это кажется сложностью с его точки зрения. Например, иногда мы видим, что какого-нибудь великого проповедника убивают, или же он попадает в очень тяжелое положение, как это случилось с Харидасом Токуром. Он был великим преданным, который пришел в материальный мир, чтобы выполнить волю Господа, проповедовать Его славу. И тем не менее, однажды по приказу Кази, Харидас был избит палками на 22 рыночных площадях. Подобно этому, Иисус Христос был распят. И Прохлада Махараж прошел через множество тяжких испытаний. Пандавы, которые были близкими друзьями Кришны, лишились своего царства, над их женой надругались. Беды обрушивались на их головы, одна за другой. Однако все эти несчастья, которые постигают преданных, не должны нас смущать. Нужно понимать, что за всем происходящим должен стоять какой-то план Верховной Личности Бога. Бхагватам утверждает, что подобные неприятности не могут вывести преданного из равновесия. Преданный воспринимает даже сложные обстоятельства, как милость Господа. Тот, кто, даже попав в беду, продолжает служить Господу, непременно вернется к Богу на планете Байкунхи. Господь Брама заверил полубогов в том, что не имеет никакого смысла рассуждать о причинах этой встревожившей их темноты, поскольку эта тьма опустилась на Вселенную по воле Господа. Брама знал об этом, потому что был великим преданным Господа и мог разгадать его замысел. Я не буду больше комментировать. Я уже прокомментировал немного. Я хочу позволить словам Шилы Прабхупады быть завершающим утверждением, конечной точкой. Как я сказал, просто я вспомнил об этом стихе за две минуты до того, как прийти сюда. И этот думк пришел мне в голову, потому что я думал о том, как преданный должен видеть все трудности, как возможности помнить о Господе. Я надеюсь, все вы пользуетесь этой возможностью. Это уникальная возможность для некоторых из вас внезапно обрести это дополнительное время, используя его разумно. У кого-то из вас нет дополнительного времени. Я слышал от некоторых преданов, что сейчас они даже более заняты, чем раньше. Но какова бы ни была ситуация, каковы бы ни были обстоятельства, пожалуйста, используйте время с разумом и используйте его как возможность увеличить памятование Кришны, воспевая, слушая и памятуя. Сегодня утром я читал Брихат Бхагаватамриту Санатама Госпами. Я читал о том, как Вайкунт Хадуты разговаривали с Гопа Кумаром, и они говорили ему, что воспевание даже лучше, чем памятование о Господе, потому что, когда мы воспеваем, это дает нам возможность использовать больше органов чувств. Мы используем свои органы чувств, мы используем язык, чтобы воспевать, уши, чтобы слушать. И когда мы воспеваем, это помогает нам помнить о Господе. Тогда как, если мы просто пометуем о Господе, Вайкунт Хадуты говорили, помнить о Господе очень сложно, сложно, когда сердце взбудоражено. Если сердце взбудоражено, помнить трудно, но если мы воспеваем, слушаем, мы издаем звуки, и это воспевание ведет нас к памятованию. И поэтому Вайкунт Хадуты говорили Гопа Кумару, что это гораздо более сильно, более могущественно воспевать Святое Имя Господа, чтобы привлечь это памятование. И мы говорили об этом, по-моему, это было два дня назад, когда Шелабхи Станта Сарасвати Даккура говорил то же самое в своем комментарии, говоря о Тапанамише, как он пришел к Господу Чайтане, чтобы получить облегчение в своем уме. Ум его был не очень умиротворен. Даже хотя он повторял свою мантру, тем не менее, Господь Чайтане сказал ему, что важнее принять прибежище в Харинама Санкиртане воспевать Святое Имя Господа, а все остальное можно достичь, если основываться на этом принципе. И Шелабхи Станта говорит в своем комментарии, что и Садана, и Садья, и Садана в воспевании Харикришна. Человек может достичь Садья, цель, чистую любовь к Богу. Все основывается на этом фундаменте в воспевании Святого Имя Господа. Итак, давайте воспевать и используем эту возможность для того, чтобы повторять свою Джапу вместе. Я хотел спеть баджан кивалаштыка, об этом я думал, но так или иначе этот стих пришел мне в голову, когда я уже шел сюда. Может быть, мы завтра спем кивалаштыку или в другой день, но я планирую спеть ее и прочитать перевод стихов кивалаштыки или харирнамаштыки, восемь стихов, проставляющие Святое Имя Господа. Итак, вместо того, чтобы воспевать кивалаштыку, мы будем повторять наши круги. Продолжение следует... На этом мы закончим, чтобы я мог пойти на прогулку. Те из вас, кто сейчас в Северной Америке, спасибо вам за то, что присоединились к нам во время вашей утренней Джапы. Пусть у вас будут хорошие мысли в течение всей вашей Джапы. Я говорю сегодня утром у меня был удивительный опыт. Такая прекрасная реализация, что мы не контролируем ситуацию. Иногда Кришна бывает очень добр. Мы можем так сильно стараться думать о чем-то, так стараться, но эти мысли не приходят. А иногда просто приходят мысли. Просто приходят замечательные мысли. И сегодня утром я медитировал на Санатну Госвами. И я думал об одной ситуации, о другой. Я думал о том, как Санатна Госвами слушал наставления Господа Читани, как Санатна Госвами хотел оставить тело, и Господь Читани дал ему наставление. Господь Читани сказал Санатне Госвами, ты не можешь оставить свое тело, это тело принадлежит мне, это моя собственность. И как ты не можешь забирать собственность другого, у меня много планов на твое тело. И затем Господь Читани сказал, я хочу, чтобы ты отправился недавно, обучал людей отречению, я хочу, чтобы ты открыл святые места игр Господа Кришны, я хочу, чтобы ты написал много разъединенных книг. Я начал думать о Брехат Бхагаватамрите, я начал думать о наставлениях, которые Господь Читани дал Санатне Госвами в пуре. То же самое, когда Санатна Госвами писал Бхагаватамрит, он включил туда те же наставления, и мой ум переходил с одной мысли на другую, на другую, я думал, что же мне делать? Я должен делать свои упражнения. И в конце концов, я начал свои упражнения на 45 минут позже, чем обычно. Когда я начал выполнять свои упражнения для спины, я сразу же включил лекцию праупады, и первое, что сказал праупада, самое первое, он сказал о Санатне Госвами. Паупад начал говорить о Санатна Шикше. Я вообще не планировал этого, я просто включил, и там праупада. Он говорил о Санатне Госвами, как он первый раз встретил Господа Читани, и спросил, «Киами, кто я такой?» И праупада блестяще продолжал. Я описал настроение Санатне Госвами, хотя он был очень возвышенным, но он занял положение того, кто не знает, кто он такой. Так или иначе, много других мыслей тоже было. Я не заслуживаю их, но иногда они просто приходят, и пусть у вас будут хорошие мысли, потому что эти хорошие мысли, они приходят. Это мысли, о которых мы можем молимся, чтобы помнить о них, когда мы воспеваем Харе Кришна, чтобы мы не думали об этом безумном материальном мире, который постоянно меняется. Эти игры Господа, конечно, Санатна Госвами, вечный спутник Господа Читания, и он вечный спутник Кришны, как Манджари в играх Кришны, он проявлен и там, и там, в обоих играх. Эти игры происходят вечно, в духовном мире. Если мы будем помнить эти игры, то нам не нужно будет оставаться в этом мире. Пусть у вас будут хорошие мысли. Не напрягайте себя, просто молитесь, чтобы они пришли, и пусть они придут к вам. Воспевайте очень хорошо, искренне. Харе Кришна. Харе Кришна, на этом мы закончим. Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Хри-раба, хри-раба, хри-раба.